Не выдержал в борьбе, все в забвении окунуться Пусть не верил никто в свои смелые мечты Пусть сарказмы, рассмешки ты встретил на пути Не сдавался спокойно, ступал за шагом в шаг Заслужил самый лучший результат Каждый раз в начале старта новых дел, идей, свершений Словно на пустынной карте ты рисуешь план сражений На дороге этой сложной, ведь не может быть иначе Все случается возможным и достигнешь ты удачи Всем привет! Поставьте плюсики, слышно, видно Как у нас обратная связь работает? Я появилась? Отлично! Уже радует! Я сегодня буду вести планерку не одна У меня будет помощница Уложить я ее не успела Но просто она сказала, не хочу я, мама, спать Будет сидеть у меня на руках и будет мне подсказывать, что и как делать Я, наверное, уже думаю, можно начинать Время не терять Кому будет интересно еще присоединяться к нам Слайды видно? Первый слайд? Или пролистнуть немножечко Сейчас вперед и назад Немножечко не уместилось название Ничего страшного Тогда приступим Меня зовут Любовь Бутяйкина Все, наверное, меня уже знают, запомнили Я мамочка в декрете В 2016 году начала развиваться в проекте «Карьера онлайн» И сегодня хочу рассказать Поделиться своим опытом по теплым контактам Потому что вся моя команда построена, можно сказать, на теплых контактах Конечно, мы рекрутируем и в Инстаграме, и в Контактах, и в Одноклассниках Пробуем разные методы Но девочки, которые у нас участники премьер-клуба Которые у нас мои ключевые партнеры Все пришли по теплому По теплому, но это уже ни для кого не секрет Если команда развивается по теплому рынку Значит, она быстрее продвигается и успешнее Просто результат от таких контактов гораздо больше Преимущества расскажу Наверное, я о преимуществах Я все думала-думала Как же мне поделиться своим опытом Вроде бы сама уже научилась, но теперь надо научиться передавать опыт другим Технически у меня тут моменты Вот, хорошо В чем же преимущество? Потому что люди нам доверяют Это первое и самое главное В чем преимущество? Потому что люди Давно это уже доказано Все уже, знаете, на себе Это очень здорово Когда кто-то нам что-то советует Что-то нам нахваливает Мы к этому прислушаемся И, правильно, когда мы зовем человека незнакомого И знакомого Знакомый нам, естественно, поверит больше Также важен очень индивидуальный подход Потому что если мы человека знаем Мы можем заранее продумать Свое приглашение Как построить беседу Мы можем знать, чем человек занимается Что его интересует в данный момент Чем мы его можем привлечь Также, следующий, например Если мы получаем отказ от своего знакомого Нам знакомый говорит Не хочу Я там уже там был Мне это неинтересно Как эта фраза нам сейчас всем понравилась Лучше пусть скажет Мне нет Чем кому-то да Это действительно так Если мы заявим уже своим знакомым Что да, я в Арифлее Я тебя зову Я здесь строю бизнес Я здесь не просто так Приходи, будем вместе работать Пусть он мне сейчас откажет Ничего страшного Когда-то он мне скажет Да Я в это верю Ну пусть Есть, конечно, такой процент Кто-то уходит в другие структуры К другому в команду Ничего страшного Но Если я своему знакомому Мне предложу Откуда он будет знать Что я хотела его позвать Да И чем я здесь вообще занимаюсь Также Если нам человек отказал Мы всегда можем спросить Рекомендации О его знакомых Может быть Да, ему сейчас действительно Это не надо Неинтересно Но среди его знакомых Есть же такие люди Кто этим заинтересуется Тоже это очень плюс Теплых контактов Потому что Когда мы Общаемся с человеком Например, с инстаграмом Да, если мы с него Никогда не видели Но как-то даже Некомфортно будет спрашивать А ты мне там Прекомендуй кого-нибудь Может быть Среди своих знакомых есть Хотя у меня были Такие случаи Да Вдруг вокруг Я переписывалась с девочкой Она сказала Мне сейчас это неинтересно Но моя подруга Ищет сейчас работу Давайте я вам дам Ее номер телефона Да И такие случаи бывают Вот И мы с этой подругой Ее созвонили Сразу же я позвонила По этому номеру Что мне дали Девочка зарегистрировалась Сейчас с ней работаем дальше Вот И высокая эффективность Как я уже в самом начале Это сказала По теплому Потому что статистика Всегда говорит нам Что например С пяти контактов То есть мы будем вести Пять переписок С людьми С пяти людьми Что один обязательно Зарегистрируется И процентов 70 Обороты команды Набирается За счет Вот Именно наших людей Которые нам доверяют Именно по теплым контактам Но я всегда говорю Даже когда работаем По холодным контактам Если у нас приходят девочки Там с инстаграма Вот например я Аня Всегда И Катя Ксюша Пархомик Всегда говорю Нам Как холодный Да Если мы только где-то Познакомились Нам надо с ним Утеплиться так Чтобы он был сразу С нашим теплым В первую очередь Надо подружиться Узнать Что за человек Что ему интересно Что ему не интересно Про детей Про мужей Вот все узнать Чтобы человек мог У него чувство было Не то что ты хочешь От него Чтобы ты там Сделал заказ большой Или вот Регистрируешься И приглашай Приглашай Нет В первую очередь Нам человек интереснее Как сам человек Как просто личность Какая-то Да Поэтому Мы сначала должны Утепляться Даже если Это нам незнакомый человек И дальше работать Как по теплому Потому что Это уже становится Нашими подругами И конечно В каждом мы видим Уже Естественно Партнера своего А не просто Там контакт Какой-то Но Лиля нам всегда Говорит И везде Все об этом Говорят Список знакомых Я думаю Уже знаете Что такое Кто не знает Что такое Список знакомых Поставьте единичку Хотя бы Или какой-нибудь Смайлик Дайте обратную связь Кто не знает Что такое Список знакомых Я думаю Наверное Это уже все знают Что это Зачем это И как Его едят И с чем Я предлагаю Вот такую Табличку Вести Первым делом Для списка Знакомых Надо Завести Тетрадь Блокнот Купить Обязательно Пусть это будет Вложение В наш бизнес 50 рублей На тетрадь В толстом Переплете Тетрадь В клеточку Это очень удобно Потому что Многие мне говорят Мои новички Да ладно Список знакомых У меня Вон есть Одноклассники Там есть друзья Вот и есть Мой список знакомых Это не то Это не 10 Вы его не сможете Проработать Да вы их видите Вы о них помните Вы сегодня помните О Маше и Адаше А завтра вы о них забудете Возможно вы будете Помнить уже Какого-нибудь Петя Нет Список знакомых Должен быть Обязательно На столе Без этого тетрада Я предлагаю Делать такую табличку Фамилия, имя, отчество Делю на 3 Страничку делю на 3 графы Это фамилия, имя, отчество Полностью Чтобы не забыть Как зовут Контакты Контакты В контактах я пишу Не просто телефон А соцсеть Где мне с этим человеком Комфортно общаться Это будет Одноклассники Или Вайбер Вот ниже на примере Да я показываю И какой-то мессенджер Потому что мы сейчас Часто очень общаемся Там и в Вайбере В Телеграме Ну Телеграм мы уже Позже как правило Устанавливаем А в основном у всех Ватсап, Вайбер Я обязательно ставлю Пометку Где я с этим человеком Общалась Чтобы потом Потому что я Буду еще Ну Возвращаться к этому списку Обязательно И комментарии В комментарии пишу О чем мы говорили С человеком Какие-то пометочки Делаю Что он мне ответил Либо да Либо нет Либо хочет Он со мной сотрудничает Либо не хочет Если он Да согласен Я обязательно ставлю Пометочку На что он согласен Потому что Да мы уже всегда На собеседовании Уточняем Что человеку Интересен бизнес Просто потребление Дисконт Да Или человек хочет Именно Иметь Вот эту вот Немедленную прибыль 20% Потому что У меня в команде Здесь и такие Она говорит Я не хочу строить Ни бизнес Мне не интересно И свое потребление 20% Это для меня мало Я буду просто Показывать каталог Людям И зарабатывать на этом Я обязательно Ставлю пометочку Что мне человек Отметил Потому что Когда начинаешь С людьми общаться Можно в голове держать Одного Второго Третьего Которые горячие Наши подруги Естественно Я про них все помню Чуть дальше В глубину И когда уже Контакт становится больше В голове становится каша Обязательно Надо писать Ничего в этом Такого страшного Нет Я даже пишу Иногда У кого как зовут Детей Кто так делает Кто-нибудь так делает Потому что Действительно Можно об этом забыть А человеку Всегда будет приятно Когда я при общении Буду его детей Называть его именами А не именами Своих детей Например Если мне человек Сказал нет Обязательно Уточняем Мы ведь Правильно У нас по собеседованию Даже идет порядок Мы это Уточняем Почему нет Естественно Я это пишу В комментариях Почему нет Люди Объясняют Кто-то Обжегся У кого-то Остался Какой-то Негатив Кому-то Это неинтересно Кому-то Показалось Сложным И обязательно Мы это называем Оставить Открытую дверку Потому что Я еще не раз Могу вернуться К этому контакту Естественно Если я человеку Заявила о себе Что я его Зову в Арифлейме На бизнес Человек Даже если Не отказал Он будет За мной Наблюдать Это все Я говорю О теплых Контактах Естественно Она будет За мной Наблюдать Смотреть Ага Бутякина Пошла В Арифлейме Все говорят Что это Там Секта Что это Не то Что нам надо Там денег Нет Я не заработаю А она Такая умная И говорит Что да У нее там Все получится Я посмотрю Что из этого Видит И действительно Я вот уже Полгода Мне сейчас Некоторые Уже начинают Кто мне когда-то Сказал нет Сами звонят Или там Пишут Ну что Ну как А как у тебя дела Вот недавно У меня В прошлый каталог У меня зарегистрировалась Девочка Записалась на школу Сейчас у нее там Семейные трудности Пока небольшие Она чуть попозже Будет приходить В школу Мы с ней договорились Она мне сама Написала Ну что Ну как Получается Там у тебя Да Я ее первый раз Писала месяца Четыре назад И все это время Она За мной наблюдала Вот Это преимущество Теплых контактов Да Потому что Если у нас Заинтересовалась Работой Где-то человек В инстаграме В контактах В одноклассниках Если мы его не знаем Он про нас и забудет Да Ему там еще Параллельно пишут Очень многие Люди Также В разные проекты Предлагают В разные фирмы Вот Такой момент Если вопросы Какие-то Пишите Потому что Я тараторю Не успеваю За своими мыслями Не то что Чаты читать Например Способы рекрутинга На теплом Как я это делаю Обязательно Это живые встречи Обязательно Когда я зарегистрировалась У меня такое вдохновение Я приглашала В Reflame всех Все что движется Я иду гулять С ребенком на улицу Все кто у меня встречаются Я всем предлагаю Зову Зову на бизнес Рассказываю о возможностях Это обязательно Если я с кем-то Давно не виделась Я созваниваюсь С человеком Обязательно Стараюсь С ним Увидеться Если я где-то В гостях Встретилась С каким-то человеком Давно не видела Но я его знаю Обязательно Беру Номер телефона Договариваюсь О встрече Потому что Я говорю Что у меня есть Что-то рассказать Мне с тобой Надо поговорить Можно я тебе Позвоню Также делаю Звонок Другу Все это действует Потому что Когда вы решили Пойти на теплом Берете телефон Вспоминаете Перелистываете Свою книгу В контактах Смотрите Чьи телефоны Уже есть И почему бы Не позвонить Человеку С которым Вы давно Не общались Также в интернете Ну и в мессенджерах В разных Сейчас и вайбере И группу создают Очень легко Найти Чьи телефон Человека Самое главное Нам выходить На голос Очень многие Мне Девчонки Возражают Например Как я буду писать Своим знакомым Там вот В одноклассниках Да у меня есть 200 человек Например Я их уже всех отработала Я говорю Как ты их отработала Когда успела Вот я вчера села Я написала Ну сколько ты написала Сообщений Да штук 100 Разослала Ну сами понимаете Да за вечер 100 сообщений Это нереально Да это вас сразу Там забанят А я говорю Что не заблокировали Нет не заблокировали Я говорю Ну давай смотреть Кому ты написала Перебираем Человек 8 Ну 12 Я говорю Это 100 Ну все Мне просто уже Больше писать некому Ну как это Некому писать А остальные Ну вот это Я не буду писать Вот мы с ней Не в очень хороших отношениях Вот с этой Я не буду писать Потому что Мы с ней давно не виделись А вот это Я напишу А что она про меня Подумает Что я в рефлейм пошла Я не буду ей писать Ну девчонки И мальчишки Ну какая разница Да Мне вот нравится Как у Саника По этому вопросу Надежды говорит Если человек Вы с ними общались 5 лет Если человек О вас 5 лет Вообще ничего не думал Да напишите ему Да пусть он в конце От концов Хоть что-то О вас подумает Простите пожалуйста Растыла немножко Вот Поэтому Я тоже сначала По себе знаю Я написала человек Вот 10 наверное От силы Говорю Да все У меня там 250 человек В друзьях Мне больше некому писать Есть Второй раз я села Я написала Писем 20 наверное Потом А мне все Ольга Мальцева Говорит Да не может быть Что это весь список Я говорю Ну как-то стеснительно Мне писать Ничего страшного Надо это Проще к этому относиться Но действительно Если 20 лет Мы не виделись Своей школьной подругой Ну 15 лет назад Я не видела Саша Своей школьной подругой Мы с ней больше не общались Да почему бы мне Ей не написать Да что такого страшного Случится Если она Да наоборот пусть знает Что я в рефлейме И пусть смотрит на меня Потом Да Если человеку Действительно Сейчас надо Что-то поменять В своей жизни Нужны какие-то Новые возможности Человек пойдет Пойдет за вами Они сложно Изъяснялись На социальные сети Вот я в одноклассниках Например Сижу Перелистываю Свой список Там Друзей Кто у меня Есть в друзьях На что я обращаю Внимание Чем человек Занимается Какая у него Аватарка Статус Семью Отдых Потому что Мне надо ему Написать письмо Ну Просто чем-то Зацепить Это такой способ Есть Звать Не зовя Просто Есть такие Да Вот у нас В контактах Люди Которые Я например Не могу Просто в лоб Написать Пойдем со мной В рефлейм Нет Как я начинаю Это делать Я начинаю Утепляться Начинаю Просто Звонить Ну Общаться Вот Для этого Мне надо изучить Его страничку Да Конечно Это не за 5 минут Это трудоемкая Работа Это долгий метод Вот Но я ищу мотив Чтобы напомнить о себе Ну Почему я ей написала Вдруг 15 лет спустя И что именно написать Сейчас я вам дальше расскажу Что и как Я еще пишу Чтобы вот Заводим разговор Чтобы мне Для чего я это делаю Для чего я на себе напоминаю Единственная моя цель Вывести человека на общение Это я делаю там Ну Комментарии к фотке Добавляю К статусу К хобби Комментарии должны быть легкие Ни к чему не обязывающие Естественно Искренние Почему бы и нет Человеку будет приятно Человек о вас вспомнит Увидит Да Как бы мы заранее подогреваем Что ли Вот так вот Потом я начинаю Писать сообщения Можно и в личку написать Тем более Человек у меня в друзьях Мы с ним когда-то общались Он меня знает Это не просто Какая-то тетя с улицы Или какая-то девушка С интернета написала Это очень огромный плюс В этом Какие сообщения Я пишу Вот увидела Например в одноклассниках Там ну пусть будет Маша Да Я с ней училась Когда-то Мы с ней не общались Возможно у меня даже Есть последний переписка С ней Которая была Два года назад Ну и что Можно возобновить Общение Раньше же мне с ней нравилось Общаться Правильно И она со мной Общалась Хорошо Но это потом У нас уже У каждого Своя Жизнь Да И мы как-то потерялись Ведь у многих есть такие Знакомые С которыми очень давно Не общались уже Потому что Семья Забота Работа Разъехались Разные города Какие-то разные интересы Стали Ничего страшного Например Можно написать Привет Марина Я давно не общались Смотрю твои фотки Не удержалась Решила написать Там Красивый цвет волос Как это он называется Просто вот Понимаете Да О чем я говорю Просто мелочи какие-то Если какие-то Фотки С отдыха Мы можем Ими заинтересоваться Там Ой Мы с семьей Там тоже Собираемся Куда-то на море Посоветуй Где вы жили Сколько отдали Сколько чего стоит Тоже неплохое Начало разговора Если есть ребятишки И у вас И там у вашего Потенциально знакомого Да Вот этого Давнего контакта Вашего Можно поговорить О детях Тоже очень здорово Если делать Комплимент Это ребятишкам Мамочке Это вообще Очень нравится Счастье Прямо для мамы И завязываются Беседы В разговоре Я всегда Ну например Когда Естественно Я задаю вопросы Да Мне человек Отмечает Про свою жизнь Как живет Спрошу Спрошу Обязательно Про родителей Потому что Это если Школьные контакты Мы Знаем же Друг друга Родители Если я ходила К подружке В гости Я общалась С ее мамой Обязательно Спрошу Как мама С себя Чувствует Где Что Как Вообще Тем Для разговора Очень Море Много Это Вот такой метод Это трудоемкий Но А какой у нас метод Не трудоемкий И в инстаграме Если работаешь То надо работать Много И весь день Если в контактах Работаешь То на это Надо тоже Много Время Теплый Это точно так же Требует Много Времени Но все Зачитывать Вот эти Вот примеры Я не буду Я буду Рассказать Тогда своими Словами Дальше Вот Самое главное Побороть Вот этот Вот страх Написать Первому Почему Я должна Первое Написать И Когда Вот это Проходит Первое Преодоление Правда Первый раз Человек Десять Написал Второй раз Только Двадцать Написал Потом Уступил Такой момент Который Да я напишу Сейчас вообще Всем А почему Бо и нет Пусть знают Что я в Арифлейм Если они Не сейчас Но они Придут Чуть Чуть Попозже Вот О себе Естественно Начинают Задавать Вопросы И мне А ты Что А ты Где А ты Как Естественно Надо говорить О себе Только позитив У меня Все Отлично В декрете На месте Не сижу Развиваюсь Зарабатываю У меня Все здорово У меня Все супер Жизнь Бьет Ключом Классно Я его С маленьким Ребенком Ездила Саратов На бизнес Встречу Ничего Не побоялась Это так здорово Там Например Можно даже Так вот Я одной писала Вот когда Работала На работе Очень боялась Уходить В декрет Думала Это будет Одна Пеленки Готовки Кастрюльки А оказывается Нет В декрете Это очень здорово В декрете Все очень Классно Я не только Успеваю За ребятенком Смотреть Я еще и Зарабатываю Здесь Я мужу Помогаю Содержать Семью Естественно Следуют Вопросы А что А где А как А почему А чем Ты занимаешься А когда Ты на работу Хочешь Выходить Я говорю Я не хочу Туда Выходить И не собираюсь Потому что Я сейчас Работаю В декрете Меня это Все устраивает И в моих Планах Нет выходить На работу Ого Это как Это так А чем А что И сами Начинают Задавать Вопросы Если Человеку Интересно Если Он Интересуется Мы пробудили У него Интерес Следующий Этап Я его Ввожу В скайп Беру Номер Телефона Приглашаю На живую встречу Это все По ситуации Если мы В одном поселке Живая встреча Конечно Это легко А давай К тебе там Быть приеду А приезжай Ко мне На чай Тоже Здорово Это очень Если Приехать не может Беру номер Телефона Возможно Если у кого-то Есть скайп Потому что Не у многих Есть Приглашаю В скайп Тоже Очень здорово Пообщаться Особенно Если Кто-то Далеко Вот Например Девочка У меня там С Барнаул Или с Москвы Мы вместе С одной девочкой Рожали Она уехала В Барнаул А почему Мне ей не написать Естественно Я ей тоже Написала Конечно Там уже Свои Группировки В Барнауле Но все-таки Она еще Не в Арифлее Она теперь Смотрит И думает Наблюдает За мной Со стороны Девочка Которые тоже Вместе Учились Уехала В Москву Почему бы С ней По скайпу Не пообщаться Конечно Пообщаемся Будем рассказывать Но естественно Помним о таких моментах Особенно Когда по теплому Наш товарищ Друг Идет с нами На контакт Дает нам Номер телефона То лучше всего Перевести его На спонсора Да Человек нам Верит Нам В нас Прислушивается К нам Но лучше будет Если вашему Новичку Если вашему Тепленькому Позвонит Ваш Высшестоящий Спонсор Потому что Для чего Это Так как Мы еще Сами Новички В этом деле Можно сказать Да Надо чтобы Нашим Тепленьким Рассказывал Человек У которого Уже есть Опыт И есть Чем похвалиться Чем похвастаться Не побоюсь Этого слова У кого Есть уже Результат Естественно Только ваш Высшестоящий Спонсор Который может Запросто сказать А что ты Вот тебя там Люба зовет Прислушается К ее мнению Да Вот смотри У меня уже Там машина У меня своя Квартира Я вон как Хорошо живу Я зарабатываю Я в этом году Была в Сочи Мы еще там И в других Странах побывали Да Здесь очень Да Здесь очень Классно И обязательно Спонсорах Также еще И похвалит Человека Например Меня Которых я Вот приглашаю Например Ладно Приведу другой пример Ксению Пархоменко Да Например Она свой теплый Когда дает мне контакт Я звоню И говорю Слушай Ксюша Она очень опытный Наставник Она тебя научит Она тебя подключит К школе Обязательно Пройди эту школу Если будут вопросы Задавай сразу Ксюше В чатах Не стесняйся Пиши Потому что Она опытный Твой наставник Бери пример С нее И у тебя Будет все Хорошо Есть вот Такой вот Момент Обязательно Также Говорю Что сейчас Дальше Ксения Тебе скинет Мои контакты Если Ксюша Будет где-то Когда-то Если не в сети А у тебя Какой-то вопрос Звони мне Не бойся Не стесняйся Все поможем И вся одна команда Ну Примерно Как-то так Потому что Вот это Общение Голосом Очень важно Когда вы с человеком Начали переписываться Когда вы с ним Утеплились Вспомнили Какие-то свои Былые там Контакты Встречи Да Что Где-то Как-то вы же Раньше Пересекались Что-то Обсудили Очень здорово Возможно Эта переписка Идет Не один день Возможно Даже Неделю Можно переписываться Чуть побольше Ничего страшного Со временем Все равно К вам последует Этот вопрос А чем ты занимаешься Таким интересным Что у тебя Все так классно Что у тебя Жизнь бьет ключом Вот Так Сейчас Посмотрим Что у нас В следующем слайде А следующий слайд У нас Последний Хорошо Здесь у меня Возникла идея Попозже я вам Ее озвучу Если есть вопросы Пишите Даже Обязательно Напишите Какой нибудь вопрос Чтобы я вам На что нибудь ответила Вот Но расскажу Свои случаи Жизни По теплому Естественно Когда Как я уже говорила Когда я начала Развиваться в проекте Карьера онлайн Я начала Приглашать всех Все что движется Все что вижу Звала всех Звала своих подруг С кем когда-то Работали вместе С кем когда-то Учились Естественно Не были какие-то Отказы И вот проходит Время Кто-то за мной Там наблюдает Кто-то Мне какие-то Уже начинает Вопросы задавать И есть Естественно Такие случаи Например Я прихожу В СПО У нас получает Заказ И там Вижу В этой ведомости Фамилию И имя Своей подруги Которую я звала По сумме Заказа Я понимаю Что у нее Не меньше 100 баллов Значит она идет По стартовой Я понимаю Что она Зарегистрировалась И понимаю Что не ко мне Ага У меня Где-то там Я Злая На себя Злая Ну Есть какие-то Чувства обида На подругу Это как же так Я звала Она мне отказывалась Говорила Что это не мое Что ей не нравится Продукция Что она не будет Этим заниматься Что ей это не интересно И тут вдруг На тебе Она зарегистрировалась У кого-то И так же Уже пришла И получила заказ Потому что Если там бывает Однофамильница Но я смотрю Ее роспись Рядом с моей фамилией Я говорю Но эту роспись Я не перепутаю Мы работали с ней Вместе в бухгалтерии Я прекрасно знаю Как она расписывается Прихожу домой Что я делаю Все равно я позвоню И узнаю Я ей звоню И начинаю спрашивать Я говорю Наташа А как же так Ну привет Я тебя поздравляю Ты зарегистрировалась Она говорит Откуда ты знаешь Я говорю Я все знаю Я говорю Молодец Здорово А может мы с тобой В одной структуре А кто у тебя спонсор Она Ой Это у меня девочка Издалека Через интернет Мне написала Я говорю Как так А для чего Я стала ее расспрашивать Чтобы провести работу Над ошибками Обязательно девчонки Делайте работу Над ошибками Я же ее звала Я же ей это все Рассказывала Я же ее приглашала Я ей говорила Что мы будем строить Вместе команду Что я буду помогать А тут вдруг Она мне отказала А кому-то потом Она согласилась Я поняла Свои ошибки Я ее оставила в покое На очень долгий период Во-первых Моя подруга Мы с ней Перестали общаться Вот именно Она ушла в декрет Я осталась на работе Все время некуда было Потом у нее ребятишки подросли Она могла уже общаться Ну периодически звонить Там в гости приглашают Я не могла Я ушла в декрет Ну вроде где-то Если мы с ней увидимся Постоим поболтаем 15 минут на улице И все Вот надо После того Как первый раз Вы позвали Не делайте большой перерыв Прошло Недельки 2-3 Ну грубо говоря Каталог закончился Дайте о себе знать Напишите еще раз Напишите Не обязательно Не зовите то что вы Ну что надумала Да со мной зарегистрироваться Нет Просто узнавайте о человеке Давайте о себе знать Что он вам важен Идти рейсер Вот о чем я хочу рассказать Вот Если бы Я так думаю Я бы ее Не оставила в покое На 3-4 месяца Да Возможно Она бы зарегистрировалась Ко мне Потом мне стал Самый интересен факт Я говорю Наташа А как же Вот например Я ей прямо Прямо сказала Я хочу провести Работу над ошибками Вот я тебе говорила Ты меня не послушала Скажи мне Как тебя звали Твои вот сейчас Спонсоры Что тебе говорили Что ты сделал сразу 100 баллов Она мне рассказала Я пообщалась с одной девушкой К вечеру ей позвонил Высшестоящий директор На следующий день Ей позвонила Золотой директор Который еще и еще выше Мы со всеми Пообщались в скайпе Мне так все хорошо Рассказали Говорит Так тепло Ко мне относились Я Никто не просил Сделать заказ Никто не настаивал Делать заказ Мне рассказали О всех выгодах А я подумала А почему бы и нет Или ты сделала Это же мне выгодно Пройти стартовую программу Это же мне надо Сделать заказ Чтобы Я говорю А как же ты все время Мне говорил Что тебе не нравится Эта продукция Арифлейм Она говорит А ты знаешь А я пользовалась Мне какой-то кремик Когда-то подарили И я по этому кремику Решила Что вся продукция Арифлейм Что-то это не очень Есть хорошо Представляете У кого были такие Я вообще-то поняла Что я просто Не отрабатывала Вот эти вот Возражения Да Потому что Вот сейчас Если мне говорят Продукция Арифлейм Не очень Я сразу спрашиваю А что ты пользовалась Чем А что ты пробовала Ты все 2000 там Наменований Ты 1000 номинований Попробовала Ты все крема Попробовала Может быть тебе серию Какую-то Не так подобрали Да Ну Это уже другая история Но прекрасно знаете Как уже работать С возражениями О чем хочу сказать Если мы сделали Контакт какой-то Да Начали общаться с человеком Не надо забывать Не надо его бросать Периодически ему Пишите Не так уж Этого много времени И займет Телефон у нас Всегда в руках Точно так Если у вас нет Возможности работать В инстаграме Я призываю Работать Например Вот в одноклассниках По теплому Просто ведите Переписку С людьми С которыми Вы знаете С которыми Вы общались Вот Обязательно Будут регистрации У вас Так Про что еще Рассказать Про верификацию Например Я сейчас Не делаю акцент На верификации Люди Этого боятся Зачем я должна Загрузить Паспорт Я усвоила Так Если человек Пришел на бизнес Если человек Будет строить Свою вторую Веточку Сам Он сам поймет Что ему надо Пройти верификацию Паспорта И он это сделает А просто так Новичок С бухты барахта У них Это начинается Настороженность Поэтому я Не настаиваю Чтобы сразу Загружали паспорт По поводу верификации Зачем она нужна Именно В рефлеме Ее надо проходить Да И в бизнес Школе Это и есть И человек Который уже Настроен Серьезно Который пройдет Все уроки Естественно Это все сделает Потому что Такой у меня Еще случай Общения по теплому Почему я подвела Тему к верификации Есть другие фирмы Сейчас очень многие Не будем Сейчас никого Конкретно называть Потому что Мы понимаем Что Арифлейм Не единственная фирма В мире И люди хотят И пробуют Разное Ищут себя В разных направлениях В разных фирмах Естественно У меня такая Школьная подруга была Я ее зову Арифлейм Ну Сначала Я с ним просто Общалась Утеплялась Это была Долгая переписка Ну Она меня спрашивает Чем ты занимаешься Я говорю Да Вот так Вот так Рассказываю Своей работе Коротко Что я сижу В декрете И зарабатываю Ну и потом Я ее зову Предлагаю В Арифлейм Она Кто-то Как может быть В любой В любой Компании На встречу Человеку Не очень У тебя Вдруг Доверяю Кюрекрут Становится Идея Телефон Да Сын Да У меня муж Да Я в декрете Как обычно нам говорят Возражают У меня дети Я не могу этим заниматься У меня тоже дети Но я занимаюсь Именно поэтому Потом Я не могу У меня муж против Да и у меня был против Вроде поговорил Дала какие-то ролики Посмотреть Нормально относится к этому Адекватно Еще какие-то советы дает Мне вот там Дети мешают У меня нет денег Этим заниматься Я говорю Да и у меня их нет Я в декрете Я полгода вообще Ни копейки не получала Знают многие Что это такое Я говорю Да я из-за этого И сюда и пришла Вот И несмотря на то Что Поняли мою мысль Да Что у меня дети Как я это делаю Почему А у меня всегда такой вопрос Вот девчонки У кого трое детей А как вы это делаете А как вы это успеваете Ну расскажите пожалуйста Когда вы смотрите вебинары Когда вы находите время Отвечать в чатах Да Я уже точно не помню В чатах читала Девушка одна написала Она говорит А я могу в чатах Отвечать только стоя Если говорит Я сажусь У меня ребенок Отнимает телефон Все Телефон в руках захватчика Поэтому прошу провести Вот вебинарчики такие Да Пусть они будут небольшие Как я это делаю Как я могу построить свой бизнес Как я строю свою команду Несмотря на то Что у меня муж Дети Семья Нет денег Все заботы и хлопоты Поняли меня О чем я говорю Кто меня поддержит Именно вот да Поделиться своим опытом Планировки дня Потому что мы об этом Говорим много Вроде как надо Делать А как это получается На самом деле Вот Ну наверное буду Прощаться с вами Всем спасибо за внимание Спасибо за обратную связь Очень здорово Когда Чат активно работает Даже приятно Как будто Не сама с собой разговариваешь Пока-пока И сейчас послушаем Галю Простите что время Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok